Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии. Сегодня у нас вторник, собственно, ровно сутки остается до очень важного макроэкономического события, а именно публикации процентной ставки ФРС США. Если все-таки мы дождемся долгожданного прорывного решения, можно будет сказать то, что наша главная фундаментальная идея, которую мы поставили очень давно, но связана она как раз с нормализацией денежно-кредитной политики в США и, соответственно, ростом доллара будет реализован. Ну или, по крайней мере, получит достаточно топлива, чтобы доллар смог отличиться неплохой восходящей динамикой и, соответственно, потеснить и придавить всех своих основных конкурентов. Завтра это событие, соответственно, ставка ФРС, и к нему будет приковано максимум внимания со стороны, собственно, всех участников финансовых рынков. Наша задача заключается в том, чтобы как можно внимательно оценить тот фундаментальный фон, с которым мы подойдем к этому событию, но что касается оценки фундаментального фона, я думаю, что с этой задачей мы справляемся, потому что каждый брифинг держим руку на пульсе и, соответственно, не упускаем ни одного значимого и интересного инфо-события, которое реально может сказаться на динамике тех или иных активов. Вернемся, собственно, к брифингу. Сегодня, как и всегда, анонсирую традиционное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Амакетса. Сегодня увеличена бонуса 7%, а учитывая то, что впереди у нас ФРС, и, соответственно, высокая вероятность того, что волатильность будет зашкаливать, я думаю, что процентов, наверное, 100, что завтрашняя торговая сессия будет весьма активной и динамичной. Разумеется, нужно уже задаться вопросом, как бы повысить покупательскую способность своих депозитов. И на помощь, скажем, для этого может прийти как раз тот бонус, который я предлагаю вам в рамках, по сути, каждой торговой сессии. Начнем мы сегодня традиционно с наших вступительных активов. Это динамика черного золота и российского рубля. Актуальные котировки по Brentu 47.30. Уже практически чуть-чуть осталось до нашей среднесрочной цели, которая выставлена в районе 47. Я думаю, что мы можем добраться до нее уже в рамках и сегодняшней торговой сессии, потому что в качестве десерта дня у нас будут данные по росту запасов нефти по версии частного агентства API. Сегодня поздним вечером, то есть завтра мы уже, собственно, вернемся к оценке, опять же, этой динамики. Но забегая вперед, хочу сказать, что также с большой долей вероятности мы имеем все основания увидеть очередную неделю прироста запасов. Сначала по версии частного агентства, а в среду уже получим данные от Минэнерго США. Рост запасов – это сезонное явление. Я на это делал уже неоднократно акцент. И сейчас даже по динамике последних недель можно сказать, что это сезонное явление оказывает достаточное давление локального характера на динамику Brent и WTI, что в целом позволяет нам еще ближе стать к реализации тех инвестиционных идей, которые мы поставили, собственно, также очень давно. Если мы пробьем поддержку 47 долларов за баррель, я в этом практически не сомневаюсь, дальше будет наша совсем уж долгосрочная цель, выставленная на уровне поддержки 45 долларов за баррель. И если мы наберемся до этого рубежа, тогда можно будет смело говорить о том, что Brent стал для нас за 2015 год, пожалуй, одним из самых дружественных активов, потому что мы смогли прокатиться на коррекционные идеи с очень высоких уровней. То есть даже если посмотрим на те котировки, с которых Brent начал этот год, это в районе 70 долларов за баррель, учитывая текущую цену, можно сказать, что без плеча на этой инвестиционной идее можно было заработать порядка 50%. Но это еще не предел. Еще раз отмечаю тот факт, что сейчас мы внимательно отслеживаем те тенденции, которые характерны для этого актива, держим также руку на пульсе, следим за общим новостным фоном и ищем, соответственно, те фундаментальные идеи, скажем, ту поддержку, которая позволит нам найти, может быть, еще более лучшие возможности для реализации дальнейших инвестиционных идей. Пока от продаж черного золота они отказываются, потому что новостной фон не позволяет нам это делать. Говоря про вчерашнюю торговую сессию, почему Brent снова показал коррекционную динамику? Ну, может быть, потому что участники рынка никак не отпускают прежний фундаментальный фон всеобщего давления, связанного с избытком предложения и недостаточного спроса. Есть, конечно же, еще и локальные факторы. Я отмечал то, что в последнее время мы очень внимательно следим за динамикой общих основных фундаментальных показателей Китая. Напомню, что последний блок статистики по инвестициям, капиталобложениям в регион, по промышленному сектору и ВВП оказались снова на отрицательной территории по сравнению с прошлыми оценками, то есть еще раз подтвердили, что Китай по-прежнему сталкивается с серьезными экономическими угрозами. И вот буквально в прошлую пятницу Народный банк Китая, понимая то, что без поддержки со стороны национальных монетарных властей Китай не справится, в очередной раз снизил процентную ставку по репозитам и кредитам, а также облегчил условия по нормам резервирования для коммерческих банков. Это правильные меры, я считаю, то, что они задействованы, наверное, своевременно. Может быть, мы увидим дополнительные шаги со стороны Народного банка Китая, но в целом нужно понимать, что это экономические стимулы, которые направлены на реанимацию экономики. По идее, если подойти оптимистично к оценке этого фундаментального фонда, можно было бы его, скажем, интерпретировать как поддержку для золота черного. Поскольку, если Народный банк Китая стимулирует экономику, значит, пытается создать все условия, которые поспособствуют уроста в перспективе. То есть, в перспективе можно было бы ожидать позитивную динамику в восстановлении китайской экономики и, соответственно, в восстановлении такого же баланса спроса и предложения на рынке негресурса, потому что с восстановлением Китая придут прежние объемы спроса и активного потребления. Но, судя по вчерашней динамике, я предполагаю, что трейдеры зашли, скажем, к анализу этого фундаментального события, с другой стороны, отметив, что если Народный банк Китая буквально за одну торговую сессию в моменте анонсировал несколько серьезных шагов по экономическому стимулированию, как раз снизив ставку не только по депозитам, но и по кредитам и параллельно еще облегчил условия по резервированию, это может говорить о том, что фактическое снижение темпов экономического роста по итогам прошлого месяца оказалось куда более серьезным, чем нам нарисовали статисты. И я считаю, что это правильный подход, то, что показатель ВП ушел ниже 7%, 6,9%, может быть, даже действительно это оптимистичная цифра, и объективный реальный показатель значится уже еще ниже. На этой, скажем, нотке можно вернуться к прежним оценкам инвестиционных банков, рейтинговых агентств, которые прогнозируют, что в 2016 год Китай закроет чуть ли не рядом с уровнем 6%. Хотя я, уже также забегая вперед, несколько брифингов назад сделал еще более мрачную и пессимистичную оценку касательно того, что общая динамика ВВП, прироста и экономического расширения в 2016 году может уйти даже ниже 6%. Для этого есть все основания. И, к сожалению, без, скажем, какой-то позитивной динамики, без положительных следствий для промышленного сектора, сектора услуга, я думаю, что Китай не сможет оправиться и, соответственно, вернуться к прежним уровням того самого оптимистичного прироста, который когда-то характеризовал всю экономику Поднебесной. Поэтому сейчас трейдеры и участники рынка, может быть, с большим реализмом оценивают действительность, характерную для экономики Китая, и прекрасно понимают то, что Китай, который уже, по сути, подорвал спрос больше года назад, если уж говорить долгосрочно, это произошло даже несколько лет назад, сейчас остается одним из ключевых негативных обстоятельств рынка и, соответственно, не позволяет сырьевым активам оклематься и вернуться к прежним восстановительным тенденциям. Поэтому 2016 год, скорее всего, у нас станет еще одним периодом годового такого интервала разгрузки сырьевых активов и падения позиций черного золота. Напомню, что даже по прогнозам экспертов, спрос на позиции нефтяного актива, спрос на черное золото, на энергоресурсы в 2016 году может снизиться, точнее, прирост спроса снизиться до 1 миллиона паралей в сутки. В 2015 году мы имели дело с показателем 1,7, то есть практически снижение в два раза. Это еще одно статистическое подтверждение, правда, только прогнозного уровня, но все равно оно обрисовывает достаточно такой негативный фон, с которым мы вступаем в 2016 год, и этот негативный фон кратизует, соответственно, динамику черного золота. Плюс ко всему трейдеры все-таки понимают, что повышение процентной ставки в рамках ФРС произойдет. Даже какой бы лагерь инвесторов мы не рассматривали, те, кто делает ставку на то, что это произойдет до конца 2015 года, и те, кто полагают, что это может случиться в 2016 году, все равно общая позиция едина. То, что ФРС пойдет на ужесточение монетарной политики рано или поздно, и это непременно приведет к серьезному росту американца и, соответственно, еще больше придавит позиции сырьевых активов. Я думаю, что долгосрочные трейдеры по нефти также предвкушают этот фактор и, соответственно, продолжают толкать все позиции этого актива все ниже и ниже. В общем, еще раз, актуальная котировка 47.30, почти добрались до 47. Ждем уровень 45 и не отказываемся от идей на продажу позиций бренда. Российская валюта, пара USDRAP на премаркете 63.06. Понятно, раз нефть избавила, соответственно, обороты, снова вернулась к активной коррекционной идее. Рубль также девальвирует, создает позиции против всех основных конкурентов, и эта логика абсолютно прямолинейна, логична, понятна. Я не думаю, что она вызывает у кого-то вопросы. Плюс ко всему, инвесторы по российской валюте и российскому рынку еще ожидают на этой неделе в пятницу заседание Центрального банка России, где с большой долей вероятности мы, скорее всего, увидим еще одно снижение процентной ставки. Но в ходе вчерашнего брифинга я уже отмечал тот факт, что если это и произойдет, то через потенциальные риски разгона уровня инфляционного давления в стране у нас будет еще один локальный фактор давления на позиции российской валюты. Поэтому ждем еще большего девальвации, еще одного витка ослабления и движения пары USDRAP в район 65 рублей за доллар. Если и нефть поторопится с реализацией коррекционного импульса, напомню, что только на прошлой неделе факт прироста запасов существенно больше 8 миллионов баррелей за неделю по версии Минэнерго США стал причиной потери для Акнабрента больше одного доллара. Соответственно, если сейчас тенденция повторится, вероятность очень большая, мы сможем добраться, может быть, даже до уровня 46 с копейками до конца этой недели. Поэтому по рублю ждем еще большего ослабления, ждем снижения ставки рефинансирования со стороны Центрального банка. И пока на фоне, опять же, той реальности, с которой мы имеем дело каждый день, ну никак не хочется, точнее не получается поверить в то, что рубль может стоить больше и может оказать достойное сопротивление своим основным конкурентам. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.1064. Понятно, что для европейской валюты сейчас является, скажем, символичным уровнем уже значения 1.10. Рядом с этим значением идет консолидация. Понятно, что поддержка очень уж крутая. Соответственно, чтобы зацепиться за нее и протестить более, скажем, низкие значения и ценовые рубежи, нужен еще соответствующий фундамент. Я думаю, что если ФРС будет благосклонен к тем трейдерам, которые делают ставку на рост американца, мы сможем получить эту поддержку уже по итогам завтрашней итоговой сессии. Потому что рост позиций доллара будет оказывать серьезный прессинг на всех основных конкурентах. Для европейской валюты это еще одно очевидное осознание, то что пара евро-доллар это серьезный контраст монетарных политик, расхождений и уже по сути политик, которые дошли до точки кипения экстремума, потому что мы, собственно, знаем, что ЕЦБ вот-вот начнет действовать через доп. меры экономического стимулирования. И знаем то, что ФРС также уже не будет тянуть резину, но хотя уже некуда. 2015 год заканчивается, а вместе с ним подходит, соответственно, к своему логическому завершению прежняя спекуляция, предполагающая ужесточение монетарного курса. Поэтому евро-доллар, получив сигнал на активные продажи после выступления пресс-конференции руководителя ЕЦБ Марио Драги через анонс о решении программы количественного смягчения, сейчас испытывает серьезные трудности. Мы видели эту серьезную разгрузку по итогам прошлой недели, и это еще не конец. Те трейдеры, которые уже в сделке на продажу европейской валюты, сейчас, соответственно, уже в хорошем профите, но мы не останавливаемся на достигнутом, потому что знаем, что дальше будут уровни еще ниже. Но не забывайте о том, что велика вероятность и проторговки, потому что все-таки в игру сейчас вступают и технические факторы, которые даже по своей логике интерпретируются как возможность восходящего отскока после тех серьезных и активных распродаж, которые мы наблюдали несколько торговых сессий назад. Если вернемся к вчерашней торговой сессии и будем говорить про рост европейской валюты, то помимо технических факторов, которые создавали для этого все возможности, стоит еще обратить внимание на европейскую стадистику. В частности, вчера вышли данные по ИФА. В целом бизнес-оптимизм, согласно оценке ИФА Германии, оказался лучше прогноза, 108,2 против, скажем, прогнозируемого уровня 107,8, но в противовес ему уже более негативным, скажем, фоном характеризовался отчет по общей экономической ситуации в Германии. И здесь, я думаю, что это также оценка ИФА, но она оказалась на минимальном уровне с марта. И, наверное, это было связано по большей части с потерями, которые пронес промышленный сектор Германии, с реальным падением индекса производственной активности по версии PMI с слабыми показателями по экспорту, опять же, низким индексом потребительских цен, что не создает достаточные условия для роста потребительской активности. Ну и плюс ко всему, я уже неоднократно делал акцент на то, что Volkswagen также, вроде бы как, тема уже не так активно обсуждается, скандал, связанный с несоответственным экологическим стандартом и колоссальным штрафом. Но все-таки трейдеры и особенно фондовики прекрасно понимают то, что риски в связи с этим инцидентом, они еще не до конца дисконтированы в плане своего негатива в динамике валютного блока. А значит, при, скажем, возобновлении прежних негативных тенденций, мы все-таки будем больше говорить про общие риски, которые характерны для еврозоны. Я не устаю повторять это каждый брифинг. Еврозона слабый регион, и сам факт того, что на протяжении последних многих кварталов, по сути, каждый месяц мы видим, как пересматриваются прогнозы по темпам экономического расширения. Это еще раз доказывает тот факт, что еврозона очень сильно страдает от замедления темпов роста Китая, падения развивающихся рынков. Поэтому эти риски продолжат быть актуальными для региона и дальше, и, соответственно, продолжат создавать для нас долгосрочные основания для продаж европейской валюты. Следующая цель по евро-доллару 1.08. Я думаю, что мы туда доберемся. Если кто-то из вас еще не вошел в сделку по евро-доллару, сейчас залетать в коррекционный настрой и, может быть, возобновление импульса по коррекции будет очень опасно, я советую дождаться уже итогов ФРСа и принять решение о трейдинге по евро-доллару уже ближе к концу недели. Но, соответственно, ближе к концу недели я вернусь к этим идеям, и вместе мы с вами проанализируем то, что можно ожидать по этому дуэту валютных активов, то есть по евро-доллару. Идем дальше. Доллар японская иена. Актуальные котировки 120.51. Видим то, что с локального хая в пятницу мы уже просели практически на 100 пунктов. Локальный хай был на уровне 121.47. В целом, также, наверное, этот отскок технического характера был предсказуем, потому что доллар против иены забрался высоко. И сейчас для того, чтобы продолжить это восходящее бычье ралли, нужна соответствующая дополнительная фундаментальная поддержка. Она должна прийти либо со стороны макроэкономических данных, либо со стороны того события, о котором я уже говорил, то есть завтрашний ФРС. Говоря про статистику, вчера вышли данные по рынку недвижимости. Отчет слабый, падение на 11,5%. Это худший показатель за 10 месяцев. Но сразу хочу отметить, что те трейдеры, которые верили в рынок недвижимости, ни в коем случае не нужно отказываться от этой идеи, потому что локальная слабость никак не меняет отчета, никак не меняет, соответственно, той тенденции общей, позитивной и положительной, которая характеризуется для всего этого сектора. Плюс ко всему у нас есть соответствующая позитивная динамика еще и по рынку труда, и мы знаем позицию ряда голосующих членов, которые дали ясно понять, что будут голосовать за повышение процентной ставки даже по итогам этого заседания. Если прорывного решения не последует завтра, ждем тогда декабря, и все равно верим в то, что доллар круче всех, и, соответственно, сможет еще показать всем свой стержневой характер, изобраться на еще более высокие ценовые рубежи. Стоит только снова, скажем, получить перевес сторонникам роста американца, и усилиться спекуляция на тему ужесточения монетарной политики. Мы снова увидим, как снова ползут вверх доходности американских трежей, и, соответственно, создадут дополнительные условия для роста доллара. Фунт против американца. Актуальная котировка 1,53-1,54. Видим то, что фунт коррелирует с евро. Вчерашний рост европейской валюты стал таким же ростом и для британца. Сегодня есть национальный макроэкономический фон, который может в целом, даже исходя из ожиданий, больше оказать, скажем, негативное воздействие на динамику фунта. Собственно, такое негативное воздействие именно нам и нужно, потому что мы в сделке по фунту против доллара находимся с уровня 1,54 и верим в то, что пара может просесть в район 1,52. Почему? Потому что общая оценка фундаментальных составляющих, даже несмотря на какие-то чрезмерно заблуждающиеся комментарии со стороны Карни и Маккайферта, представителей Банка Англии, несмотря на то, что их позиция сводится к тому, что Банк Англии готов к повышению процентной ставки, мы этой готовности, собственно, не видим. И статистика подтверждает то, что правы как раз мы. На фоне рисков еще более глубоких показателей по уровню инфляционного давления ни о каком повышении процентной ставки говорить не стоит. Если посмотрим на прогнозные ожидания по сегодняшнему ВВП, в частности, годовой показатель без изменений, но я хочу сделать особую ставку на показатель квартального характера, потому что, судя даже по прогнозам экспертов, сегодня мы увидим слабости этого индикатора 0,6% против прошлого 0,7%. Если статистика, соответственно, подтвердится в плане негатива по фунту, тут же пойдет, соответственно, разгрузка, она может быть даже вполне предсказуемой, потому что я уже неоднократно повторял, что стоит только на рынке объявиться фундаментальному негативу, как все большее количество участников и трейдеров поверит в коррекционное будущее для британцев. Мы делаем на него ставку уже очень давно, осталось, соответственно, дождаться реализации этой идеи. USDCAD. Актуальный уровень 1,3168. То есть, планомерная пара приближается к значению 1,32. Я советую вам не забывать очень серьезное наследие прошлой недели, когда со стороны Банка Канады мы получили подтверждение того, что для экономики велика вероятность угроз и рисков внешнего характера. Даже прогнозы по экономическому решению на 2015, на 2016 и 2017 года поехали с, соответственно, пересмотром в плохую сторону. Значит, учитывая еще и ожидание снижения цен на энергоресурсы, падение рынка недвижимости и потребительской активности и пятничное снижение индекса потребительских цен, в общем, созданы все условия для того, чтобы дождаться еще одно снижение процентной ставки. Поэтому USDCAD у нас по-прежнему нацелен на уровень 1,35. И в отличие от пары евро-доллар, я считаю то, что если вы еще не вошли в сделку по USDCAD, в принципе, это можно сделать даже с актуальных значений, потому что с большой долей вероятности, предполагаю, что канадец не имеет все основания для того, чтобы ослабнуть. Ну и еще хотел сказать про перспективы USDCAD, то есть доллара против швейцарского франка. Здесь котировки говорят сами за себя. Мы давно подняли этот тандем валютных активов, по сути, со дна, в районе 0,95, и сейчас локальный хай, буквально торговую сессию назад, был зафиксирован в районе 0,9837. Наша цель – паритет. И если мы доберемся до нее, соответственно, сможем положить еще одну реализованную идею в копилку тех, которые мы закрыли с проектом за последний год. Это также будет крутая сделка. И очень надеюсь, что вы воспользуетесь моими рекомендациями, и, соответственно, сможете прокатиться до паритета, особенно на фоне тех заявлений со стороны Национального банка Швейцарии, которые были направлены на общий, скажем, концепт того, что швейцарец будет находиться под давлением в связи с возможностями новых мер экономического стимулирования и, соответственно, опережающей слабости по сравнению с евро. Паритет не за горами. Думаю, что доберемся, может быть, до него уже даже до середины ноября. Ну и что касается еще раз кодового слова на сегодня. Это ВВП, приурочен как раз к данным по статистике Англии. Величина бонуса 7% из макроэкономических отчетов. Повторяю, нужно будет обратить данные на динамику по темпам экономического роста ВВП к Англии в 12.30 по московскому времени. И еще в 15.30 заказаны товары длительного пользования США, которые позволят оценить потребительскую активность. Думаю, что месячный показатель окажется лучше прошлого индикатора, соответственно, прошлого показателя. И создаст локальные основания для усиления позиций доллара. В общем, следим еще и за американской статистикой. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, что можно оставлять их на нашем официальном канале на YouTube, либо задавать на нашем форуме Amarkets в специальную веку аналитики. Всего доброго. До свидания.